Символ грядущего года по восточному календарю – деревянная коза. Гороскопы обещают увеличение доходов и достаток. Однако житель Кустаная Виктор Севков, по его словам, на предсказание надеется, не привык. Его кредо – рачительность, самостоятельность и трудолюбие. История небольшого собственного хозяйства, главной фигурой в котором является символ 2015-го в материале Игоря Нидерера. Первую козу Виктору Владимировичу подарила родственница. Но одной-то мало, все-таки четверо детей и восемь внуков. Так на этом подворье появились Герман, Рада, Кнопка, Дашка, Леди, Барби, Апрелька и Болик. Последние крутят трогательные отношения, любовь зла. И 62-летний водитель понял – занятие это как раз по нему. И даже переехал из городской пятикомнатной сюда, на землю. Сейчас я уже не смогу физически, понимаешь? Я уже плохо стал слышать, плохо видеть. Я говорю, какой у меня водитель уже? Хотя я шофер первого класса, но в годы берут свои. На местном рынке козий сыр нынче по 4,5 тысячи за кило. Не каждый может позволить. А тут все свое – курт, айран, сметана, три сорта сыров и молоко по 3 литра в день с козы. С ними, говорит Виктор Владимирович, вообще проблем меньше порода местная. Гуляют в любой мороз и почти всеядны. Одну корову заведешь, это надо ее сколько сена ей. А это же вот это животное, оно приспособленное ко всему. Это корова бедняка. Она вот видите, что ест. Она сейчас может малину есть, может облепиху есть. Все подряд пробу она может есть. Но в основном она выбирает лекарственные, понимаете? Поэтому она молоко, раньше его при царе в аптеках продавали. Козы, они болеют практически ничем. Ничем. Да их даже клеши не кусают. Животные эти, говорит Виктор Сивков, осторожные, норовистые, но умные. Оттого и год козы должен выйти им под стать. По-моему, хорошие должны быть ходят. Это кормилица. Я смотрю по телевизору, все шумят, все им, государство что-то должно. Государство. Вот государство не хочет, государство не дает. Я говорю, почему государство? А я считаю, нет. Прежде всего надо начинать с себя. Надо на себя искать возможности где-то помаленьку зацепиться за кусок земли. Земля всегда прокормит. Не искать козлов отпущения, просто работать. А иногда, говорит фермер, и упрямство продемонстрировать. Как у Сидоровой козы. Игорь Нидерар и Сергей Трахтенберг, Костанай.